Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала люстра Xiaomi. Сейчас будем ее вскрывать. Это уже вторая люстра, которую я приобретал. Первый очень остался доволен. Поэтому решено было купить вторую такую же люстру диаметром 65 см. Добавляем. Поехали. 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 сама люстра аксессуары к ней вот такие вот мягкие две прокладки они крепятся вот сюда и вот сюда с двух сторон чтобы прислоняться к вашему потолку чтобы она очень более ровно висела в комплекте пульт управления на bluetooth bluetooth канал он работает универсальный пульт в общем-то такой ко всем и light люстрам шауми поставляется только здесь тут магазин гербест положил сюда маленький фонарик который я заказывал вместе с люстрой это просто не аксессуар как сама люстра это вторая покупка в этом заказе не забыл гербест за этом большое спасибо это не тема распаковки поэтому фонарик мы отложим он работает на 3 батарейках 3а на 2 батарейках 3а и в общем то такой маломощный но довольно удобный из-за своих размеров маленьких два самореза точнее два дюбеля в комплекте пульт который мы уже посмотрели по прокладочке и сама люстра который состоит из такой вот тарелки который подключается два провода универсальное крепление у всех делает люстр одинаковое то есть если у вас уже потолку прикреплено такое крепление то можно менять люстры не снимают эту тарелочку и вот сама вот такая замечательная люстра с наклейками эта версия с старый лайт по моему старил лэмп шейд то есть вот такие вот звездочки по всей поверхности очень красиво это выглядит вот так выглядит крепление с самого самой вот этой вот крепежной тарелки здесь вот по бокам блокиратора и маленькая инструкция на китайском китайском языке с иллюстрациями тут все понятно два провода закрепляется тарелка потолку и собственно все а вот собственно люстра который очень подходит подходит к этой комнате но она не является умной и у нее не не очень мощные лампочки здесь цоколь только е14 поэтому освещает она из рук вон плохо лампочки периодически перегорают как вот этот светильник вот и ее сейчас я буду демонтировать и на ее место буду устанавливать крепление вот эту тарелку металлическую от люстры елайт и так на двух ударила статическим напряжением меня на двух саморезах прикрутил саму тарелку вот здесь торчит старая провода которым было подключено старая люстра здесь вот так китай такой такая мышечка пластиковая ее сейчас нужно будет демонтировать и на каждый провод я теперь люблю на оголенный провод вот такие вот штучки вот такая маленькая медная штучка она обжимается в нее вставляется кабель сам обжимается и вот такой вот аккуратный контакт вставляется в отверстие их я приобретал на алиэкспрессе вот продаются они там большими количествами сразу 100 штук стоят совсем недорого там пару баксов буквально есть разных диаметров но самые ходовые полтора два с половиной розеточная есть большего диаметра но вот самые ходовые тут такие вот на полтора миллиметра сечение кабеля и на два с половиной тут разели розеточные провода сейчас сниму фишку здесь используются провода не многожильные просто одна жила медная поэтому такие провода лучше просто сразу вставить в в ответные отверстия здесь просто нажимается кнопочка кнопочка вот здесь оранжевая кнопочка нажимается заводится туда провод и отпускается все достаточно просто то же самое вторая вот собственно и все подключение произошло сейчас буду вешать люстру крепление установлено сейчас нужно люстру подготовить к закреплению на потолке вот некоторые упрекают что я не снимаю все наклейки на своих видео сейчас буду снимать вот эти вот полукруглые наклеечки это не так просто их тут подцепить надо скорее всего придется здесь чем-нибудь потереть хотя он нет вроде следов клея здесь не видно есть наклейки поборьны и теперь вот сюда можно поближе показать вот сюда и вот сюда мы наклеим вот такие вот прокладки мягкие здесь они с этой стороны мягкие здесь тримовский скотчика и вот таким образом они должны здесь быть закреплены для того чтобы равномерно касаться потолка устрем ножом устрем ножом и вот 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 прижать нужно чтобы произошла адгезия липкого пространства с этим вот с основанием это достаточно 3м скотч держится очень очень неплохо вот и сейчас в общем то можно будет подвесить люстру на ее законное место мягкие прокладки прилеплены собственно готов подниматься на стремянку и монтировать ее по месту жительства так еще получше вот эти штучки я соединяю все ну что люстра висит на месте включаю энергию по умолчанию она включается с синим цветом эмбилайта вот видите синенький цвет и самое время достать пульт добавляется люстра в программу mi home 97 процентов 98 99 все успешно подключено добавим ее в раздел спальня готова и вот видите новое устройство с пометкой new это вот эта люстра соответственно прямо из приложения естественно можно ей управлять вот видите раз потухла и снова загорелась зайдем в приложение принять условия и мне сейчас нужно прописать пульт управления снимается вот здесь наклеена на нем инструкция снимается крышечка удаляется бумажка здесь такая защитная чтобы батарейка не разрядилась во время хранения люстры и вставляется снова батарейка на свое место уже пульт работает сейчас нужно его добавить так где у нас девайс settings наверное да вот здесь ремонт и сейчас буду вспоминать как его добавлять так how to blind remote бинт ремонт пожалуйста включите в той же комнате и удерживайте off и м одновременно так индикает блинки complete вот я зажимаете две клавиши как показано и теперь отпускаю он должен связаться сейчас по блютузу самой люстрой надеюсь это произойдет успешно насколько я знаю нужно чтобы люстра была только включена то есть сейчас я попробую ее выключить именно выключателем то есть не не из приложения не здесь а именно выключателем электроэнергии после этого включить и снова проделаю ту же самую операцию с удержанием of и m включил только что люстру снова зайду в раздела ремонт хотя это в принципе не требуется здесь только по из полезного я так понял инструкция удерживаю две клавиши вот люстра помигала как в инструкции сказано все мигать перестала и соответственно теперь я могу клавишей вот этой выключить люстру видите погасла и клавиша он включит ее обратно соответственно доступная все уменьшать вот здесь плюс минус вот я уменьшил яркость плюсом увеличиваю переключаю режима вот этой клавишей можно переключать световую температуру вот видите совсем желтый цвет то можно уменьшить клавишей минус более холодный цвет переключаю цветовую температуру здесь ярче дело а если вам нужно изменять яркость имбилайта вот этой вот подсветки цветной то нужно удерживать клавиши плюс и минус то есть если вы щелкаете плюсом то регулируется яркость самой люстра то есть самих светодиодов и если вы удерживаете и то регулируется яркость имбилайта вот видите я удерживаю он поярче сейчас зажму минус он менее ярко становится снова поярче удерживаю удерживал я плюс вот таким образом управляется люстра и сейчас я из приложения сделаю другой цвет имбилайта чтобы оценить здесь закладочка имбилайт синий экран и вот здесь можно переключить на зеленый зеленый горит я выключил сейчас всю люстру включил сейчас буду менять цвета сделаю красный цвет вот такой фиолетовый цвет голубой цвет в общем любые оттенки желтый красный в общем любые оттенки вот соответственно можно настроить режим когда люстра гаснет вместе с имбилайтом а можно сделать чтобы управлять ими по отдельности это тоже в меню все делается вот здесь на на смартфоне вот здесь сразу видите горит обновление прошивки вот текущая версия уже 155 0038 сейчас я запущу обновление пускай люстра обновляется но в общем то все функции практически все функции я вам продемонстрировал еще также данная люстра она является гейтом для bluetooth устройств таких как круглый датчик температуры и влажности с экраном зажигая краном такой меня имеется соответственно данная люстра может быть гейтом для управления вот подобными устройствами поскольку bluetooth в него в ней встроен при установке обновления она выключается включается вот на этом наверное вот успешно обновлено нажимаем ok все больше здесь нет можно переименовать удалить вот эти иероглифы соответственно можно переименовать ее на русском языке там люстра лет или просто люстра здесь гораздо удобнее на мой взгляд регулировать цветовую температуру потому что здесь просто вот по пальцам тоже вот так вот делается ну хотя плюс минус тоже несложно нажимать то есть управляется как угодно и оба варианта будут вам удобно люстра достаточно мощная прийти сейчас на полную на максимальную яркость я включил и вот такой холодный свет сейчас включен или вот такой желтый но в этом режиме она менее мощно меньше освещенность что на этом видео распаковки этой замечательной люстры наверное я буду завершать люстра классная все режимы очень интересные поэтому переходите по ссылке внизу моего видео заказывал я ее на гербесте примерно там за 140 за 150 долларов покупка стоящая поскольку аналогичная люстра в магазинах функции порядка 9 8 тысяч рублей просто светодиодная люстра всем спасибо за просмотр всем пока